Не тротуар, настоящий каток. Впору коньки надевать. Эта пешеходная часть находится не в центре города. И видно, что коммунальные службы здесь напрочь позабыли о своих обязанностях. Ладно, для детей это еще будет какая-то забава. Но как быть пожилым людям? Кто подумает о них? Но думать, видимо, никто не торопится. Каток в любом районе города куда ни глянь. Впору зимнюю обувь на коньки менять. Гололед, конечно, очень это безобразие. У меня вот дочь беременна в данный момент. Я не знаю, как она вообще будет ходить. Это вообще безобразие. Я сейчас шла пешком, если удалось пойти, два раза упала. Больно, неприятно. Чтобы миновать опасные участки, горожанам приходится идти по заснеженному газону или прямо по проезжей части. А на остановках вообще находиться опасно для жизни. Каждую секунду горожане рискуют попасть под колеса транспортного средства. Вот поэтому-то и акробатические пируэты выходят сами собой. Гололед не щадит никого. Высадка и посадка в автобус в эти дни, как опасный вид спорта, чреваты травмами. Очень плохо, опасно, скользко. Не посыпается ничего. Я хожу, так я боюсь, например. Я уже падала. Да скользко, ребята, скользко. На самом деле скользко. Ситуация на дорогах ничуть не лучше. Центр города – нечищенные карманы, каша на проезжей части и горы снега, которые никто не торопится вывозить. Ходишь по сугробам, сыро, скользко, грязно. Не нравится. Какую бы оценку вообще дали подрядчикам, которые занимаются уборкой снега? Ну, 3 с плюсом, 4 с минусом, как-то так. Они же чистят только центральную улицу в основном. А на окраинах ситуация немного хуже. Особенно где-то во дворах, там вообще пройти невозможно. Хотя у нас в центре тоже не очень хорошо иногда убирают. А ведь в рамках трехлетних контрактов на плечах подрядчиков лежит время содержания уличнодорожной сети в комплексе. Проезжают часть тротуары, газоны, ограждения и другие конструктивные элементы автомобильных дорог, как в летнее, так и зимнее время. Стоимость контрактов почти полтора миллиарда рублей в год. Сумма внушительная. Но результат оставляет желать лучшего. И с этими подрядчиками городу придется работать до лета. В планах вновь вернуться на однолетние контракты и усилить меры ответственности. Денис Пальчиков, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».